Всем привет! Всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинляндия. И этот видосик будет посвящен, что едят простые финны, финская семья. И хочу показать приправы. Ну и многие спрашивают, Оля, неужели действительно такое количество горчицы и такое количество кетчупа финны употребляют? Да, народ, если статистику посмотреть, я иногда тоже сама не верю этим цифрам. Но я думаю, что да, вот с детства они привыкли все поливать горчицей. Но финская горчица сладкая, ее можно вообще намазывать на хлеб и есть как место морения. То есть она, конечно, не такая, как наша ядреная, натуральная русская горчица. Ну и здесь, конечно, финский флаг. Мы обожаем вот этот котисинаппи. Он есть два цвета, вот этот тюбик посильнее и послабже. Вот это у нас мету, вот такой котисинаппи, если вы в подарок из Финляндии когда-нибудь хотите привезти. Я думаю, что многие удивятся, какая вкусная горчица, хоть действительно ложкой ешь. И сейчас новый кетчуп, который рекламировали везде и всюду. Вот такой написано. Меньшее количество сахара и соли добавлено. Ну и в прошлый раз я показывала, что весь кетчуп без сайленту айны, вот здесь написано. То есть без консервантов. Ну и, конечно, здесь стоит сердце, если кто-то беспокоится о своем здоровье. Ну вот такая программа тоже есть. И много раз я показывала вот такой свит соус. Вот я думаю, что многие такое любят. И мы покупаем всегда 2-3 бутылки. Я к такому соусу отношусь очень равнодушно. Но моя семья любит с курицей и везде и всюду этот соус добавлять. Ну и так как у нас сегодня курица, у нас вот такой барбекю, кажется, кебе-бе-свит специальный для этих крылышек. Ну и у нас сегодня обыкновенные макароны. У меня, к сожалению, не хватило одной упаковки. Мне пришлось добавить макарон двух сортов. Ну ничего страшного. И не удивляйтесь, финны выливают горячую воду с макарон, но не промывают никогда холодной водой. Ну когда варят, добавляют немножко растительного или подсолнечного масла. Ну вот как я помню, моя мама всегда промывала макароны холодной водой. Финны такое не делают. Вот они сливают этот кипяток и, как говорится, будьте любезны. Ну и у нас сегодня здесь курочка. Вот так я по поджаристе сделала здесь два филе и крылышки. Ну и днем у меня вот такой перекус. Это булочка называется по-фински полулава. Она куплена из магазина. Очень приличненькая. Черная смородина вот в такой маленькой баночке. И сама вареная кисель. Я много раз показываю кисель, которую финны покупают из пакета. Но так как сейчас очень много своих ягод, конечно, свареная кисель это просто супер. Ну и у нас сегодня самая простая еда. Это рис. У меня же сминовый рис. Сварен вот в такой рисоварилке. Всегда рис промываю. Некоторые говорят, промывать не надо. Но я уже привыкла. Я даже не задумываюсь об этом. Промываю холодной водой. Едим вот из таких мисочек, купленных из Икеа. Они хорошо подходят под эту еду. Ну и если хотите, можете добавить чили. Ну у нас вот такой свит шо уж. И здесь у меня 400 грамм курицы. Большая луковица. Все обжарено и добавлено. Вот такая Анкл Бенц. Ну несколько минут обжаривается. Добавляйте риса. Хотите, добавляйте чеснока, овощей, чили и так далее. То есть вот самая простая еда. Я сама обожаю вот из этой баночки Анкл Бенц, что можно добавить. Есть оригинал. Есть с ананасом, с перцем, с чили. Но у меня вот здесь обыкновенный. И так как я имею аллергию на ананасы, некоторые добавляют ананасы сюда. Но я, к сожалению, ананасов сюда добавить не могу. И вот этой ложечкой очень вкусненько. Сейчас мы закусим. Ну и сегодня у нас день вкусняшек. Когда жила в Ленинграде, ходили в Лигу, Шатник, кушать мороженое. И моя любимая газировка с двумя сиропами. Ну, я думаю, люди моего возраста сейчас улыбнутся и скажут, Оля, помним, да, был такое. Но у меня обыкновенное сливочное валио мороженое. И вот таких шоколадных штруделит сверху насыпали. Получается как вот мороженое с шоколадом. Ну и так как у нас еще тепло, я сделала вот таких два салата. Здесь у меня зеленый салат, красная фасоль, лук, чеснок, майонез и куриное филе. Народ, если финнов приглашаете и вот такой салат ставите на стол, всегда перечисляйте, что в него вы положили, потому что могут не дотронуться. У людей теперь настолько много аллергии. Кто-то не ест чеснок, кто-то не ест майонез. Майонез должен быть без лактозы и так далее. И это очень помогает, если вы перечислите, что вы туда накрошили. Им будет легче подумать, смогут они вот такого салата отведать, как говорится, или нет. И второй салат у меня сделан из риса. Здесь рис, крабовые палочки, свежий огурец и соленый огурец, и яйцо вареное, и лук. Ну и тоже заправлено майонезом. И так как сейчас у нас еще много ягод, которые мы собираем, я наварила вот такого киселя. И финны, бывает, шутят. Остин, шумалаш-то, виганеш-то? И если финны, вот вам так говорят, они купили финские овощи, вы знаете, что это? Колбаса. Да, финская колбасонька, они, конечно, любят ее и со вкусом, и а-ля натурель. Теперь вкусов всяких. У меня тут колбаса вот такая с сыром. Ну, конечно, ее и зимой едят. Если финны ходят в сауну, я показываю такую тарелку, на которую эта колбаса кидается. Ну и мой завтрак самый обыкновенный. Здесь булочка с сыром, маргарин, сыр, свежий огурец, йогурт и кофе. И сегодня у нас самая простая еда. Вареную картошку подогрели на гриле. Она получается вот так. И у нас свинные оскалопы. И здесь лук порезан пополам. И я люблю вот его так в гриле сделать. Обожаю. Не знаю, почему хочется чего-то лука. Ну и доедаем вчерашний салат. И сегодня у нас торви макаронит. Вот так называют финны эти макароны. Итальянские трубочкой макароны. И помните, народ, макарон в Финляндии большущее количество есть. Длинные, маленькие, ракушками и так далее. Конечно, если вы любитель макарон в Финляндии, вам жить будет красота. Ну и самая, скажем, бюджетная еда это курица. Вот такие готовые шашлыки я купила из курицы. И помните, народ, финны не могут выговорить буквы Ш. И они говорят сослык, сослыки. То есть, если вам Фин говорит сослык, вы помните, что это шашлык. Вот такую прелесть они едят тоже. Сегодня пятница. У нас пицца. Обыкновенная пицца. Но начинка в этот раз вот такая. Я купила тумма соя. И замачивать буквально на 3 минуты стакан. Вот такой коричневый соя. Я 2 стакана воды и потом процеживаю лишнюю жидкость. Получается вот такой вегетарианский момент. И про чеснок я говорила много раз. И спрашивают, зачем вы, Оля, заливаете маслом. Когда выдавливаете чеснок и заливается маслом, он не такой крепкий, не жжет ни языка, ни губ и так далее. И очень вкусно получается на вот такую пиццу. Попробуйте, народ, советую. Ну и днем вот такой самый обыкновенный перекус. У меня чай из пакетика, самый обыкновенный из Лидола. Хорошо он заваривается. Ну и наша любимая красная рыбка. Я думаю, что многие, которые в Финляндии побывали, они полюбили нашу рыбу. Ну и, конечно, можно полить лимонным соком, можно присыпать рыбной приправой, укропом и так далее. Ну, у меня вот такие обыкновенные 2 бутерброда с красной рыбкой. Хедельма салаты. Вот такой фруктовый салат. У меня здесь банан, зеленое яблоко, апельсин. Фрукты могут быть самые разные. Кто-то посыпает вареньем, кто-то посылает, посыпает подливкой, кто-то посыпает сахаром. Ну, ни сахара, ни подливок мы не добавляем. И любим полить. Я поливаю вот таким лимоном соком, а мой муж поливает лайми соком. Даже вот в этом есть различия. Ну, вы можете добавить варенье или что вы хотите добавить. Здесь, как говорится, на вкус, на цвет товарища нет. И я ем этот салат ложкой, а мой муж ест вилкой. Вот такой десертной вилкой. Даже вот видите, как различия, как финны едят, есть. И если вы путешествуете по Финляндии много раз, даже на бензоколонках, вот в такой ланч, шведский стол, там присутствовать может тоже несколько сортов вот такого хедельма салата, вот такого салата из фруктов. Ну, и, конечно, если в магазине вы покупаете, смотрите на килограмм цену. Я один раз тоже хотела купить вот в такой розеточке на перекус. Но килограмм цены было почти 17 евро. Можете представить, сколько эти фрукты стоят, если вы купите и порежете их сами. Ну, и наши оливье, наверное, знают все и везде. Где-то он называется салат столичный. Ну, я думаю, если финна в гости пригласите, и вот такого салата им подадите, они с удовольствием его кушают. Очень им нравится. Я единственное не добавляю сюда яблоко. Некоторые трут яблоко, некоторые добавляют лук. Я думаю, сколько хозяек, столько рецептов. У меня здесь колбаса, я не люблю мясо, не куриное филе, горошек, соленый обгурец, яйца вареные, и картошка сваренная в мундире, и потом почищенная. Ну, вот каждый, я думаю, имеет свой рецепт. И обыкновенный майонез, мечта хозяйки. И я думаю, если вот финнов вы в гости приглашаете, очень советую такой салатец им показать и рассказать этот рецепт. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампры. Всем физкульт-привет!